Освоение боевой техники, тем более боевых кораблей, не проходит без некоторых непредвиденных ситуаций. Ну что ж, такова судьба всей техники. Техника иногда подводит. Поводом для сегодняшней встречи в нашей студии явилось 110-е годовщины со дня гибели первой боевой подводной лодки. Подводная лодка Камбала погибла 29 мая 1909 года на траверзе бухты Стрелецкой, либо бухты Карантинной, о чем сейчас спорят историки. В студии у нас председатель Севастопольского совета ветеранов-подводников, капитан первого ранга в отставке Мантера Виталий Тимофеевич и научный сотрудник научно-просветительного отдела Военно-исторического музея фортификационных сооружений Колесникова Татьяна Николаевна. Итак, Виталий Тимофеевич, давайте оговорим, что же это была за лодка. Это была какая-то экспериментальная, серийная. Это была серийная подводная лодка, построена на германской верфи в Киле, спущена на воду в 1908 году. По железной дороге привезена Севастополь. Три подводных лодки этой серии было. Серия Карп, три подводные лодки, одна из них Камбала. Водозамещение надводное 209 тонн, подводные 236 тонн. Как видите, по сравнению с нынешними подводными лодками, это в общем-то... В 1906 году, указом царя Николая II, подводные силы были выделены в отдельный класс 19 марта 1906 года. С этого момента подводные лодки считаются отдельным классом. В Севастополе был дивизион подводных лодок, командиром дивизиона был капитан второго ранга Белкин Николай Михайлович, который руководил боевой единицей Черноморского флота дивизионом. Татьяна Николаевна, фамилия Белкин достаточно известная на слуху в Севастополе. Предок, родитель, отец капитана второго ранга Белкина. Кто это? Николай Федорович Белкин. Для нашего Севастополя человек, можно сказать, не чужой. Он участвовал в первой обороне города, знаменитый пятый редут Белкина. И затем, когда родились два его сына, по рассказам отца, они настолько увлеклись флотом, что оба стали морскими офицерами. И вот младший сын Николай как раз впоследствии и прибыл в Севастополь, и затем занимался подводным флотом Черноморским. Ведалий Тимофеевич, итак, фабула трагедии ночной. Что произошло? Ну, подводным силам, как таковым, всего лишь, я как сказал, три года было. На подводной лодке, как класс, различные точки зрения были, в том числе и их способности противостоять броненосному надводному флоту разных государств. В данном случае, командир соединения Белкин отстаивал точку зрения, что нужно экспериментировать, нужно искать новые пути и методы выхода в торпедную атаку на надводные корабли. И в результате его настоятельных, так сказать, просьб, командующий флот решил провести эксперимент по ночной атаке подводной лодки надводного корабля. Что и было сделано. На трагедии Севастополя, значит, сначала в подводном положении, затем Белкин принял решение из надводного положения атаковать. Он атаковал в надводном положении в ночное время, возвращающийся с учений в эскадру надводных кораблей, в частности, броненосец Пателемон, это бывший Потемкин. После успешной атаки он решил занять параллельный курс, отвернул, но спустился вниз для выполнения каких-то своих задач. Командир подводной лодки, лейтенант, значит, в результате невнимательности допустил столкновение с броненосцем Ростиславом. Получается, что настоящего штатного командира в это время на борту лодки не было. Он был в отпуске. И обязанности командира лодки исполнял, по-нашему, это старпом. А в те времена? Ну, в те времена это просто был завеститель командира подводной лодки. В общем-то, там градации большой не было. Лейтенант, кондуктор, рядовой и так далее. Броненосец имел, нес на борту осветительные огни, а на лодке было какое-то освещение народное? Не было никого. Никакого освещения не было. То есть, можно ли было избежать этого столкновения? Что должен был сделать лейтенант? Ну, в результате разбирательства командира разбирались два, так сказать, виновника потенциальных. Это командир броненосца и командир подводной лодки. Командир надводного корабля был полностью оправдан, а лейтенант был осужден на 6 месяцев за невнимательность. И почему 6 месяцев в тюрьме? Он спасся только из-за того, что он находился в рубке, после столкновения смыло за борт. Это единственный член экипажа, который останется жив? Да, погибло 20 человек, из них 2 офицера и кондуктор. Экипаж был неполный в этот день? На этом выходе экипаж лодки был неполный? Внутри полный, скажем, 17 человек. И плюс командир соединения. Да. Когда и как поднимали, проводили спасательные операции и что произошло с лодкой после навала броненосца? Подводная лодка была разрезана, значит, она затонула. В результате предпринятых спасательных мер часть лодки была поднята с экипажем, значит, и захоронена на кладбище, на улице пожара унания там. Вместо памятника установлена рубка этой подводной лодки. Татьяна, является ли памятник рубка подводной лодки Камбала памятником, занесенным в какие-то реестры, в какие-то документы, или это все-таки народное творчество? В каком году, кстати, памятник был установлен? Памятник был установлен в 1911 году на средства, собранных с офицеров и личного состава военно-морского флота. Итак, памятник. Вначале была, конечно, идея поднять лодку полностью, она была разрезана на две части, и удалось поднять носовую часть вместе с рубкой. Когда в доке осмотрели поднятую часть, то поняли, что кормовую часть тоже не удалось поднять сразу же, лодку восстанавливать не стали, она была списана из состава, боевого состава Черноморского флота в 1911 году. Металлическую часть носовую порезали на металл, а вот рубка сохранилась, она и стала памятником. Действительно был оборудован очень необычный памятник. Наверху на рубке был ангел с крыльями, крест, как и положено, и, конечно, надписи. Очень трогательные надписи, были перечислены фамилии погибших, захороненных там подводников, и такое посвящение. Это была большая трагедия и для Севастополя, и для всего военно-морского флота, и вообще для России, конечно, была большая. Это была первая авария подводного корабля? Как авария, пожалуй, не первая, еще лодка «Дельфин» затонула в Неве, но тогда лодку спасли, она потом вступила в строй. А здесь, можно сказать, что это была первая подводная лодка, которая погибла по вине экипажа, вернее, командира экипажа. Больше таких аварий на Черном море не было. У нас есть несколько фотографий, датированных 29 мая 2019 года, общий сбор у рубки подводной лодки «Камбала». Пожалуйста, прокомментируем эти фотографии. Когда возникла идея собирать совет ветеранов на этом городском кладбище? Более 20 лет назад уже собралась группа энтузиастов, в том числе из Тихоокеанского флота, которые решили, что прошлое не должно быть забыто. И в тех времен каждый год встречаемся 29 мая для того, чтобы вспомнить гибель подводной лодки. В том числе там выступающие вспоминают и свою службу, к частности К-129 погибшего на Тихоокеанском флоте. И, в общем-то, приглашается батюшка, служится панихиду, по христианскому обычаю. И вспоминают погибших. В этот день ветеранам-подводникам были вручены юбилейные медали ко дню освобождения Крыма и Севастополя. Да, в общем-то, от имени нескольких общественных организаций, в том числе и Коммунистической партии Российской Федерации, в частности, от Пархоменко Василия Михайловича вручает медали подводникам-ветеранам. Были вы от Российского Союза ветеранов медали грамоты, от общественных организаций вооруженных сил. В общем-то, порядка где-то 15 награжденных было ветеранов-подводников. Татьяна Николаевна, каждый памятник имеет определенный моторесурс, несмотря на то, что он не является механическим сооружением. И тем не менее, памятник экипажу Камбалы пострадал и в годы Гражданской войны, и в годы Великой Отечественной войны. Как его восстанавливали? — Есть непосредственный участник одного из таких восстановлений. Это директор нашего музея Юрий Семенович Тарареев. В бытность его начальником политотдела 153-й бригады подводных лодок к 80-летию Черноморского флота командование этой бригады вышло с инициативой восстановить памятник. Конечно, после войны прошли годы. В основном, можно было увидеть только рубку. Была благоустроена территория, место захоронения, сделано ограждение из цепей, покрашена сама рубка. И на Севастопольском морском заводе им руководил Тагачири Ватой заказана красивая табличка с именами погибших. Причем делали ее не из какого-то цветного металла, попросили специально из чугуна, чтобы она подольше продержалась. И когда все было уже готово, то пригласили ветеранов-подводников, собрался личный состав бригады, развернули военно-морские флаги Советского Союза, Андреевский флаг, прошли строем, и был даже залп, салют, то есть отдали воинские почести погибшим морякам. Виталий Тимофеевич, вторая половина лодки осталась лежать на дне, членами экипажа, те, кто были там на борту. Есть какие-то перспективы подъема этой лодки? Ну, перспективы, в общем-то, будем так говорить, радужные. Возможность такая есть, имеется, осталось за малым. Это первое, воля руководства, и второе, выделение сил и средств. Татьяна Николаевна, можно ли сегодня доподлинно сказать, на каких координатах надо искать вторую часть лодки? Я думаю, что реально определить местоположение лодки. У музея есть принципиальная договоренность с руководителем подводных археологических работ, которые проводятся институтом при Российской Академии наук, научный сотрудник Виктор Викторович Лебединский. Уже несколько лет ведутся работы подводной археологии в районе Севастополя. Многое было обнаружено. Экспедиция располагает подводными аппаратами, которые можно исследовать дно. И примерно знаем, где это место. Договоренность есть с управлением аварийных и поисково-спасательных работ Черноморского флота. Как только точно выйдем на это место, дело в том, что бухта еще заелена, то тогда будем писать письмо на имя министра обороны Российской Федерации с просьбой разрешить подъем обнаруженной кормовой части лодки и излечение и захоронение останков моряков. Еще шестеро моряков там осталось. Исторические источники говорят, что ЧП произошло в створе главного инкерманских майков, то есть главный створ входа в бухту Севастопольскую. До 2014 года была проверена акватория, велись дноуглубительные работы в Севастопольской бухте. Там никаких обломков подводной лодки не обнаружено. Я думаю, что ареал, то есть район поиска второй половины лодки находится за пределами Севастопольской бухты и найти ее будет не так сложно, ориентируясь, опять же, по главному створу маяков. И теперь вопрос такой. Совет ветеранов-подводников Севастополя не так давно, 8 мая, открыл в торжественной обстановке музей подводников в школе номер 33. Можно сказать, теперь уже подшефной школы, находящейся в Балаклаве. Несколько слов об этом событии. Ну, надо сказать, что наша организация основана или организована в 1967 году при командовании 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. До декабря прошлого года она не имела юридического статуса. После этого в декабре юридическое управление Российской Федерации при Севастополе зарегистрировало. И наша общественная организация начала, так сказать, несколько... Будить память людей, в частности, вот было забыто, что Балаклава, это было центром подводных сил послевоенного периода, что в Балаклаве есть памятник награжденному ордену Красной Звезды старшему матросу Нечаеву, который в 1966 году погиб в Дону Злаве при пожаренном подводной лодке. Он захоронен на старом кладбище на улице Спартаковской, рядом со школой номер 33. И в свое время, в советское время, эту школу так и называли Нечаевской. Там был класс Нечаева, там торжественные мероприятия проводили, линейки у могилы, там пионеры стояли с салютом, цветы и так далее. Ну, наша общественная организация решила это дело восстановить, тем более была установлена связь с городом Ейской, с ветеранской организацией города Ейска. Откуда родом Нечаев? И вот без помощи начальника музея фортификационных сооружений Тарареви Юрия Семеновича была установлена своими связь. И 8 мая на средства, так сказать, ветеранской нашей общественной организации был открыт первый этап этого музея. Экспозиция открыта сначала с 906 года до окончания Великой Отечественной войны, плюс стенд, посвященный Нечаеву. Ну, дальше будем работать послевоенный период и нынешний период. Ну, наша связь с Ейском продолжилась. 1 июня, 30 мая приехали, 31 вернее, а 1 июня прибыли на могилу Нечаева 40 человек юноармейцев с Ейска. У нас есть небольшой видеоматериал из фотоархивов вашей организации. Сейчас мы его посмотрим и прокомментируем. Итак, юноармейцы Ейска в школе номер 33. Могила Бориса Нечаева. Конечно, это городское кладбище, там нет широких дорог подъездных, но тропа с стараниями школьников. Ну, надо сказать, что в 2016 году даже портрет Нечаева отсутствовал. И памятник, в общем-то, был заросший. Ну, нашлись энтузиасты, которые восстановили портрет и все остальное. И в 2016 году, в 50-летие со дня гибели, памятник был вновь открыт. Это вот в музее вручаются грамоты, из Ейска привезли. Гильзы с землей. Да, могу прокомментировать и я тоже. Очень интересная работа ведется в городе Ейске. Во время школьных каникул вот такие юноармейцы ездят по местам боевой славы, где воевали и, может быть, и погибли их соотечественники. Посещают города-герои. Они были в Керчевно, в Российске. Вот в этом году приехали в Севастополь. В нашем музее в экспозиции есть небольшой раздел, посвященный подвигу подводника Нечаева. И ребята передали нам землю Ейску. Вот такой вот дар. И она займет... Ейска была опущена на могилу Нечаева. И у нас тоже займет в экспозиции вот такой дар. Татьяна Николаевна, есть какие-то взаимодействия между школьным музеем школы номер 33 и музеем фортификационных сооружений? Конечно. У нас проводятся и экскурсии, и самый интересный материал. Мы делимся и фотографиями, и всегда приглашаем с удовольствием ребят на праздники. И опять же у нас связь через совет ветеранов-подводников. На юноармейцев Ейска какое впечатление произвело посещение вашего музея? Они не ожидали увидеть что-либо подобное. сказали, что вообще не представляли, что где-то есть такая возможность побывать внутри горы на бывшем секретном таком комплексе. Удивились, что в Севастополе так все сохраняется. Виталий Тимофеевич, вот можно сказать так, ну пожар на подводной лодке, ну бывает, ну пожар и пожар. Ну лодка-то была необычная, и пожар-то был на лодке, заряженной ядерными боеголовками. Ну да, в общем-то, в то время, в 66-м году, лодки боевого дежурства, несущие на себе торпеды с ядерным боеприпасом, в Донузлаве базировались. Они там за забором были, значит, по месяцу два, то и три, не выходя за пределы забора. Значит, две торпеды было с ядерным боезапасом, две в торпедных аппаратах простые, и плюс шесть торпед на стеллажах в первом отсеке и две торпеды в кормовом. То есть, если бы при пожаре был взрыв, то мало бы не показалось, в том числе и рядом стоящим боевым подводным лодкам и кораблям надводным боевого дежурства. Мало того, это было еще 8 мая? Да, это было как раз 8 мая, в преддверии, так сказать, победы, дня победы. То есть, действия командира корабля по тушению пожара, действия дежурившего тогда на вахте старшего матроса Нечаева были оправданы? Да, конечно, были грамотные. Конечно, командир за это получил, как в советское время это было всегда, и всегда есть по заслугам. Ну, а старший матрос Нечаев погиб. Будут ли продолжения каких-то взаимосвязей с Советом ветеранов Ейска? Да, конечно, будут. Мы уже получили благодарность по электронной почте за то, что мы приняли тепло от юнормейцев юнормейцев Ейска и в ответ получили приглашение. В Ейске имеется памятник Нечаеву и на здании морского порта памятная доска, мемориальная доска. Татьяна Николаевна, что готовят музеи фортификационных сооружений на ближайшее время? Над какими новыми экспозициями работает? Сейчас у нас можно сказать главная такая тема это приближающееся празднование Великой Победы в Великой Отечественной войне 75-летие Победы и направление работы у нас на обоих музейных площадках музея это и южная экспозиционная площадка подземный комплекс музейный и северная площадка это Михайловская батарея. Планируем мы все собрать что может нас приблизить к пониманию и сохранению памяти тех людей которые эту победу для нас завоевали. Конкретно это выражается в том, что имеющаяся экспозиция будет реорганизована таким образом чтобы допустим наша экспозиция посвященная подводным силам Черноморского флота в Великую Отечественную войну отразила еще и то что было сделано в настоящее время как увековечена эта память потому что музей должен сохранять не только какие-то экспонаты артефакты но еще живую память людей подвиги людей тех людей которые эту победу для нас завоевали вот такая работа ведется ведете ли вы сбор артефактов среди населения города ветеранов флота вооруженных сил ведь наверняка у каждого если не дома то в гараже хранятся какие-то предметы и вещи представляющие интерес для музея да музей наш не совсем обычный несколько направлений работы это и фортификационные сооружения и ядерный арсенал и подземный Севастополь и необычные инженерно-технические решения оснащения этих объектов и время в которое функционировал этот комплекс оно было знаковым для нашей страны и в общем-то ветераны-подводники не только подводники ракетчики еще живы поэтому экспонатов очень много направлений очень много те экспозиции которые у нас открыты могут пополняться но готовим еще что в планах у нас открыть отдельный раздел посвященный экспедиции подводных работ особого назначения Родиной Прона Балаклава очень хочется нам продвинуться по пути появления в городе Севастополь в городе федерального значения подводного депозитария то есть опять же Виктор Эльбидинский передал на хранение постоянное хранение в нашем музее уже более 70 найденных в результате подводных археологических работ подводных артефактов почему нужен именно депозитарий не все предметы можно извлечь из воды а их нужно извлекать и изучать иначе они просто исчезнут а вот те крупногабаритные интересные предметы которые должны сохраняться естественно морской среде можно поместить очень удобно в нашем музее у нас канал и док которым ремонтировались подводные лодки а как вы себе представляете разместить экспонаты в канале есть такая идея на специальных стеллажах устанавливаются артефакты сейчас у нас уже есть в музее византийские римские якоря есть предметы поднятые с линейного корабля парусного святой Александр стеллажи где-то на глубине примерно полтора метра с тем чтобы их можно было видеть сквозь толщу воды с подсветкой рядом будут плакаты и возможность установить под водой специальные мониторы чтобы зрители могли еще с разных сторон осматривать эти предметы мало того есть идея подготавливать людей и давать возможность тем кто умеет обращаться с аквалангом осмотр подводного депозитария под водой такая есть идея еще среди интересных экспонатов которые мы получили в прошлом году это водолазный колокол для подъема водолазов в случае если с лодкой произошла авария и автономный снаряд АС-20 спасательный тоже есть такая задумка чтобы наши посетители могли не только их осматривать снаружи но и возможность могли спуститься внутрь таких аппаратов почувствовать себя допустим за управляющими такими какими-то пультами особенно это интересно думаю для молодежи на северной площадке какие-то новые экспозиции будут северная площадка у нас готовит сейчас интересную экспозицию посвященную 75-летию великой победы там найдены не буду раскрывать секрет и картины и экспонаты которые будут представлены в отдельном зале они будут рассказывать о том как Михайловская батарея уникальный инженерный комплекс помогала победе не только в первой оборону Севастополя но участвовала и во второй обороне Севастополя я надеюсь что все планы будут выполнены музеи получат новые экспозиции посетители музеев получат ту информацию которую вы хотите до них довести благодарю вас за участие в программе уважаемые телезрители на этом наша передача завершена всего вам доброго до свидания